Наши телезрители нередко сообщают нам о новых уловках мошенников разных мастей, которые продолжают активно разрабатывать изощренные методы обмана, чтобы выманивать персональные данные у своих жертв. В частности, в Тверской области участились случаи, когда злоумышленники действуют от имени медицинских учреждений и социальных служб. Мошенники по телефону представляются даже сотрудниками несуществующего ныне пенсионного фонда. Тему продолжит наш корреспондент. Звонок с неизвестного номера и человек на другом конце предлагает пройти бесплатную диспансеризацию и записаться на прием по телефону. Для этого необходимо продиктовать данные паспорта и СНИЛС. Кроме того, мошенники представляются сотрудниками уже несуществующего пенсионного фонда и предлагают сделать перерасчет пенсии в сторону увеличения. Для этого необходимо сообщить код из СМС. Эти сведения нужны мошенникам, чтобы попасть в ваш личный кабинет на портале госуслуг. Это открывает для аферистов большие возможности. Например, на вас могут оформить кредиты без вашего участия или совершить сделку купли-продажи вашего имущества. Сообщая коды и личные данные, вы сами открываете доступ преступникам к своим счетам и документам. Передаете им право распоряжаться своими деньгами и имуществом. У жителей областной столицы мы решили узнать, с какими еще способами телефонных мошенничеств они столкнулись. Истории оказались достаточно разнообразными. Сейчас вот в основном стали говорить, что заканчивается ваш тариф в сотовой связи. Не хотите ли продлить договор? Ну вот, кстати, вот это такой момент, когда пожилые люди, я думаю, среагируют на это легче, чем когда в подозрительные банковские операции. У моего директора, он просто человек в возрасте, ему за 80, вот так вот по телефону, он там все пин-коды раскрывал, и они у него приличные суммы тиснули. Ну, тоже вот благодаря полиции удалось, так сказать, что-то все вернуть. Дочка у меня попала на мошенников, денежку перевела. Предложили поучаствовать в оценке товара, за это заплатили ей там первозначальный какой-то взнос. Предложили этот товар продвигать, но для того, чтобы продвигать, предложили его закупить. Попросили сделать платеж, платеж она сделала, денежка не прошла, попросили сделать еще раз и еще раз, денежка не прошла. Сотрудники полиции не перестают напоминать гражданам, что если звонят с неизвестных номеров и просят сообщить коды из СМС, трехзначные коды на обратной стороне карты или персональные данные, необходимо немедленно завершить разговор. Кем бы ни представился собеседник, сотрудникам страховой компании, поликлиники, любого другого ведомства, информацию лучше перепроверить, позвонив напрямую в организацию, из которой якобы звонит посторонний.